В 21 веке, чтобы победить врага, недостаточно танков и автоматов. В этом уверены в Министерстве обороны Южной Кореи. Пять лет назад там решили обучать кибервоинов, специалистов, которые могли бы отражать атаки северокорейских хакеров. Специальный засекреченный факультет открыли в рамках Корейского университета. Студенты не раскрывают своих фамилий и, отвечая на вопросы журналистов, закрывают лица. Как минимум 7 лет после выпуска им предстоит работать на местные Минобороны. Таковы условия поступления. Зато за учебу платить не придется. Кроме того, каждый студент получает стипендию – около 500 долларов в месяц. Этому молодому человеку 21 год. Он просит, чтобы к нему обращались по имени, но поступил на этот факультет по совету отца и остался доволен. Я не чувствую себя обремененным. Я думаю об этих годах, как о важном этапе в построении карьеры. По данным южнокорейской разведки, за последние годы КНДР увеличила численность своей киберармии и теперь там служат около 6 тысяч хакеров. За минувший год они взломали более 140 тысяч компьютеров в 160 корейских компаниях. Студенты и преподаватели факультета кибербезопасности говорят – медвежью услугу Сеулу оказала его безудержная любовь к электронике. Как ни парадоксально, мы находимся в невыгодном положении. У нас на электронике завязано всё, а в КНДР у большинства людей даже нет интернета. Очень важно, чтобы наши специалисты могли не только обороняться, но и предпринимать контратаки. Сейчас в Южной Корее порядка 500 таких кибервоинов. И драматичного прироста пока не ожидается. Факультет кибербезопасности выпускает в год около 30 специалистов. Продолжение следует...